Мы продолжаем читать второй том добротолюбия, наставление преподобного Авадорофея. Мы читаем 10-й абзац и говорим о том, что смирение есть важнейшее добродетельно. Начав, прочитав прошлый раз 10-й абзац, мы увидели, что Авадорофея определяет смирение как главнейшую добродетельно. И мы слышали, что он, не все, конечно, заповеди перечисляют, но перечисляют очень многие из того, что в Священном Писании имеет повелительное наклонение, делай то, делай другое, делай третье. И для них, как мы уже говорили в прошлый раз, для святых отцов это был вопрос непраздный, какая же заповедь самая главная. Для нас нет такого вопроса. Мы точно знаем, какая заповедь главная. Она, да, у каждого своя, но мы точно знаем, для кого-то это ходить в храм, для кого-то это причащаться, для кого-то это молиться, для кого-то любить, для кого-то воздерживаться, посты соблюдать, для кого-то десятину платить, для кого-то. Ну, каждый спроси его, каждый знает, какова заповедь самая главная, но редко-редко вы услышите, что это смирение. Отцы не так. Они знали Священное Писание, у них не было любимых текстов, они еще не имели собрания того же самого добротолюбия, перед глазами не имели, много их отцов не имели, поэтому они строили свою жизнь на основании Священного Писания и Совета Опытного Духовника. А духовник был действительно опытный, и потому они довольно спокойно восходили к святости. В первую очередь потому, что был духовник, которому они доверяли. Доверяли и исполняли то, что он говорит, и именно опять-таки потому, что знали Священное Писание, быстро понимали, что если, допустим, ты выберешь какую-то из заповедей, она тебя никуда не приведет. Парадокс. Но важно понимать, что вот эти слова, с которых начинается 10-й абзац, с которых начинается 10-й абзац Авадорофей, они, эти слова, появились не от размышления над текстом Священного Писания. Это мы могли бы размышлять, прочитав все Писание, выписав все заповеди, вот вдруг бы задали просто какая же из них главность, какой надо начинать. Они не изучали Священное Писание, они им жили. Им не надо было ничего выписывать, они и так его знали. Они знали весь набор, и все это пытались осуществить, и именно то, как они пытались его осуществить, ту заповедь, другую заповедь, и эту заповедь, и снова заповедь. Они быстро приходили, очень быстро приходили к пониманию того, что исполнения одной, другой и третьей заповеди недостаточно. Она их заводит совсем не в пристань спасения и быстро от этого отказывается. Например, общим местом мы не читаем подобные слова по разным причинам, но общим местом всех святых отцов является то, что они все попробовали строжайшее воздержание и очень быстренько от него отказывались. Для них, скажем, мы думаем о том, особенно великим постом, позволяя себе и то, и другое, и третье, думаем, вот бы когда-нибудь бы начать поститься, но не могу, и все мои проблемы от того, что я не могу поститься. Отцы не так, они просто бежали и постились. Ну, 40 дней так 40 дней, ну там, 40 лет так 40 лет. Вот, им было это неважно, несложно, они это быстро проходили, и через год максимум они от этого отказывались. Они понимали, что это не ведет их, не ведет их в пристань спасения, не дает того, чего бы они хотели. Это даже не освобождает их от телесной похоти. Хотя они не едят там уже месяцами, но почему-то никуда ничего не девается. Вот, они понимали, что чего-то не достает, и это значит не главное. И быстренько возвращались к тому, чтобы есть каждый день один или два раза, не больше. Да, какое-то ограниченное количество пищи, но, в общем-то, это не принципиально. Вот, главное, вот, чтобы иметь некую меру, не присыщаться, а на остальном просто не задумываться. Еда, пища не стоит того, чтобы так тратить на это много сил и времени, думая, той силы, не той силы, в нужное время, не в нужное время. Не от этого зависит духовная жизнь. Надо поскорее регламентировать. Вот, в монастырях общежитетных это делается просто. Регламентировать и больше об этом не заморачиваться. Также со всеми другими вещами они быстро приходили к какому-то регламенту, чтобы на это не тратить время. А главное, размышляя над всем тем, что они делают, именно потому, что они были внимательны и знали Священное Писание, и умели исполнять любую заповедь четко, они быстро приходили к тому, о чем здесь пишет Авва Дорофей. Что самое важное в исполнении любой добродетели, это смиренно мудрее. Вот, почему опять-таки, потому что когда они, ну поскольку они имели духовных наставников, и духовный наставник это не тот, который прочитал много книжек, это тот, который живет с Богом, живет в Боге, он как-то в это состояние вошел, а стало быть маршрут к этому состоянию знает. И понимали, что главное, и для них собственно искомое было, как прожить жизнь с Богом, как соединиться с Богом и жить в этом состоянии соединения с Богом, как прожить жизнь во Христе. И опытом, вот, поняли, что путь ко Христу лежит через смирение, и сохранение своих отношений со Христом лежит через смирение. Как и говорит сам Христос, научитесь от меня, и как роток есть, и смирен сердцем, обрящите покой душам вашим. Они знали, что в Священном Писании есть что-то, кроме этих слов. Но они поняли, что для того, чтобы другие заповеди не разрушали, а созидали меня, необходимо положить точное, правильное основание, это основание смирения. Ведь действительно, скажем, если даже брать вот в контексте того, что говорит в 10 абзаце Ава Дорофей, смиренный человек, он воздерживается от всего, потому что отсекает свою волю всегда и во всем. Смирение в том и состоит, что он смирился перед Богом, и никакой своей воли у него нет. Нет, воздержание и есть, в первую очередь, течение своей воли в отношении любой вещи этого мира. Смиренный человек молится всегда, потому что он нищий духом, и без Бога он не может прожить ни одного дня. Не потому что он его так сильно любит, любит, конечно, а потому что он сознает себя совершенно нищим, беспомощным, ни к чему не способным, ни с каким соблазном не способный справиться, никакого дела Божьего исполнить. Он совершенно ощущает себя беспомощным, потому что он смирился. А раз смирился, то стало быть, непрестанно и молится. Смиренный, естественно, терпелив, потому что он во всем надеется на Бога и считает себя всего в этом мире недостойным, а это является необходимым условием терпеливого отношения ко всему, что происходит. И, естественно, смиренный непрестанно плачет и кается всегда, потому что он сознает себя совершенно никуда негодным, как говорит Христос своим учеником, даже если все сделаете, что вам поверено, скажите, мы рабы, ничего не стоящие, сделали только то, что нам должно было сделать. Естественно, поскольку он и смирился, то есть надеется на Бога, терпелив, непрестанно молится и плачет о своих грехах, естественно, он и милостивый, потому что он совершенно с собой не носится и совершенно ничего о себе не думает, а потому делается способным замечать все несчастья других людей, всю боль других людей, но не ропщит и на это, ибо смирился, а призывает благодать и старается помочь, облегчить жизнь каждого человека, несчастного, рядом, безропотно и спокойно, просто потому, что этот человек рядом, и за него нужно помолиться, и этого несчастного, Господи, пожалей. И это, еще раз подчеркну, опытом проходили все святые отцы, очень быстро входя к тому, что является подлинным фундаментом нормальных отношений с Богом или подлинным фундаментом духовной жизни. И в этом смысле, конечно, то древнее, я бы так сказал, практическое христианство, практическая духовная жизнь, как она была раньше, она вот в таком выражении, выражении принципиальной установки на смирение, как фундамент всякой другой заповеди, всякой добродетели, оно вступает в конфликт с тем представлением о христианстве, которое сложилось в наше время. Этот конфликт неосознаваемый иногда, а иногда прямо сознаваемый, очень глубоко сознаваемый, переживаемый, и от этого, конечно, он делается еще болезненный. Современные христиане, они не признают классической установки святых отцов на особое значение смирения в жизни христианин. Не признают особое значение смирения для духовной жизни человека. Вот, на самом деле, и это, говорю, местами несознаваемый конфликт, местами сознаваемый конфликт с классическими установками святых отцов, с классическими установками святости. И это не случайно, конечно, потому что современные интенции христианской жизни, современные представления духовной жизни вычерпываются не из опыта святых отцов, а главное, не через общение с духовниками той эпохи, отчерпываются в основном из западной традиции, протестантской традиции. Вот, именно переносятся западные модели и церковной жизни, и духовной жизни, и прочих других жизней, переносятся на современную почву. В этом смысле мы болеем той же самой болезнью, что и, скажем, наши предки 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад. Но они тогда переносили на нашу почву политические модели, потом экономические модели, социальные модели, вот, прочие другие модели. Ну, вот сейчас мы стали переносить в духовную, в церковную жизнь, опять-таки, те же самые западные модели. Вот, нас, вот, святые отцы перестали нас вдохновлять, они перестали быть платформой, на которой мы строим свою духовную жизнь. Я не говорю, скажем, на того или иного конкретного человека, а в целом, как идеи, как тенденции, как внутрицерковные тренды. Вот, это действительно стало так, смирение непопулярно, смирение немодно, смирение ненужно, смирение, ну, смирение, о чем вы говорите? Мы и так смирялись, как это у Некрасова, чем хуже был бы твой удел, когда б ты менее терпел. Вот, это, едва ли не лозунг каждого человека, зовущего нас на церковный баррикад. Какое смирение? Надо спасать. Спасать мир, спасать общину, спасать церковь, спасать всех, надо что-то делать, хватит сидеть, хватит смиряться. Это все не про то и так досмирялись до полного нуля. Это все ложь. Всегда была ложь и всегда будет ложь. И непонимание, неприятие, часто сознательное неприятие святоотеческой традиции, святоотеческих установок. Вот, максимально, скажем, это выражается в противопоставлении. Конечно, заповедей много, и они разные. Но вот наша эпоха, она возлюбила другую заповедь любого человека. Спроси, что главное, да, вот, что главное христианское. Прежде всего, нужно нам смирение. Некто из старцев сказал. Любого спросите. Что главное? Какая главная заповедь в законе? Какая главная заповедь христианства? Что нам нужно прежде всего? И человек современной эпохи, и только современной эпохи, ни один христианин, ни один духовный человек прежних эпох, ни один святой отец прежних эпох не сказал бы так. И это одно, это достаточно, чтобы задуматься, прежде чем ответить. Но современные все ответят, конечно же, любовь. Но любовь, это же безусловно, это же очевидно, это же в Евангелии сказано, что вот главное это возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себе. Все же ясно, любить главное, что еще сомневаться, что о чем еще говорить. Но в Евангелии сказано не только это. В этом и весь то, что та проблематика, которую хорошо, объемно, глубоко проживали древние, они что, не знали, что ли? В отличие от нас, как раз гораздо глубже и серьезнее, что в Евангелии разные заповеди. Потому и определяли, что является фундаментом для всех. А мы не знаем, мы выхватили вот некую строчку из контекста, из всего Евангелия, и говорим, что главная любовь. Конечно, чаще всего мы приводим слова о том, что вот это слова Христа о том, что первая и главная заповедь это любовь к Богу, вторая подобная ей любовь к ближнему. Иногда мы можем вспомнить то, что Бог есть любовь и заповедовал всех любить. Ну, наверное, самое доступное, что действительно как-то влияет на современного христианина, это слова, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот это слышат, редко, наверное, все-таки слышат, иногда может читали, но как показывает практика, обычно эти слова не воспринимаются, потому что мы говорить-то говорим, а любить-то совсем не можем, на самом деле. Вот, мы же только говорим, что любовь самое главное, но любить-то от этого больше не стали. Это древние, те, которых мы не слушаем, для которых главное было смирение, это они любили, а мы, для нас главная любовь, поэтому мы любить не можем. И нет у нас ничего способного к любви, но, по крайней мере, на иконах Иисуса Христа мы очень часто эти слова видим, заповедь новую, любите друг друга. Как-то это в нашем сознании отражается, и мы действительно, в общем, фоном мы это помним. Мы не знаем, что такое любовь к Богу, и предпочитаем об этом не говорить. Мы в лучшем случае относим это к области чувств, о том, что мы чувствуем иногда, как правило, тогда, когда к нам приходит благодать, мы чувствуем, или нам кажется, что мы чувствуем, как мы любим Бога, но на самом деле, в контексте самого Евангелия, любовь к Богу проявляется тем, что мы исполняем его заповеди. Любящий меня исполнит заповеди мои. То есть, человек, для которого не чувства важны, а послушание Богу. Ну, собственно, это, если мы немножко постоим, подумаем, поймем, что это правда. Даже в отношении человеческих меня любит не тот, кто изливает мне мои чувства, тот, кто мне послушен. Ну, да, меняется, к сожалению, это восприятие. У нас все перемещается из области воли в область чувств, ощущений, причем, чем скоро даже и не чувства, просто эмоции. эмоционально будем реагировать, а сами чувства, то, что глубоко в человеке, постепенно сойдут на нет и они. Мы разрушаем человеческую природу, она разрушается в силу творимых нами преступлений и грехов. Вот, и мы уже неадекватно оцениваем не только писание на само себя, и мы даже не способны почувствовать, что подлинная любовь, скажем, к родине, она у того, кто идет ее защищать, а не у того, кто описывает ее в стихах. Подлинная любовь к жене не у того, кто дарит ей цветы и смотрит телевизор, того, кто цветов не дарит, но моет посуду и помогает ей по хозяйству. Мы уже не воспринимаем, мы не так видим нормальность. Мы у нас искаженное восприятие, поэтому древние люди, которые как раз этим и занимались, исполняя послушание, заботясь более о исполнении долгой того, что должны, они были сухи в области чувств, они были не настолько чувствительны, не настолько чувственны, но любили гораздо больше, и к подвигу были способны гораздо больше, были куда как более терпеливы, верны, преданы, и способны как к сохранению верности в семье, так и к воспитанию своих детей, и способности также быть верным и своим родителям, и своей стране, и своим женам, мужьям, и своим детям, хотя чувств вам очень и очень мало. И вот постепенно рафинируется, рафинируется человек, но мы этого все не замечаем, и, заметите, уже почти не способны, но возвращаем снова к тому, что любовь к Богу, это исполнение его заповеди, это послушание ему, то есть смирение перед его волей, верность ему, твердая, порой мучительная верность ему, потому что не всегда бывает приятно быть верным ему, иногда тебя за это распинают, иногда тебе за это отрезают голову, иногда тебя лишают всего. Это не совсем приятно, но человек не может поступить иначе, никаких чувств он не испытывает, но он знает, что это и есть подлинная любовь к Богу. Это совсем другой дух, это совсем другая модель поведения, это глубина, которая не волнуется, даже если какие-то волны там появляются, эта глубина не сотрясается, не соприкасается, человек остается верным всегда. Но мы минуем, нам не интересно, не очень-то приятно говорить о любви к Богу, мы сразу начинаем любить людей. Заповедь вроде бы такая есть, и мы, пропуская первую часть, которая объявлена главной, мы сразу начинаем просто любить людей. И в Евангелиях, и в послании Иоанна Богослова сказано, что это очень тесно связано, потому что если ты любишь Бога, то любишь и ближнего. Если любишь ближнего, то ты любишь и Бога. Если нет любви к Богу, нет и любви к ближнему. Нет любви ближнему, нет любви к Богу. Это связано, но мы как бы разрываем это единое тело заповеди, единое тело, модель жизни, правильно, и что мы начинаем делать? Какая-то любовь человеку дана. Как-то мы своих близких любим, как-то мы о них заботимся. И мы начинаем развивать, или правильнее сказать, наверное, стимулировать свою вот эту изначальную привязанность к тем или иным людям, обычно членам своей семьи, и распространять эту привязанность, не любовь, привязанность на остальных людей. Как бы просто любовь, данную всем человеком, начинаем распространять на всех, а поскольку всякая такая просто любовь, она навязчива и нерассудительна, то это приводит нас обычно к очень скорому конфликту, либо внешнему с человеком, которого мы стараемся любить, либо к внутреннему. Любой взрослый человек об этом знает. Он сам был ребенком, и у него есть дети. И он знает, что вот такое желание любить всегда приводит без смирения, всегда приводит к конфликту, либо, скажем, если это касается любви к родителям, я привязан к своим родителям, вот, и потому я не могу создать нормальную семью. Родители довольны, я, в общем-то, тоже, но семью я создать не могу. Стать отцом для своих детей, в полном смысле этого слова, стать мужем для своей жены я не могу, я привязан к своим родителям. Или с обратной точки зрения, да, когда родители привязаны к детям, вот, они не дают человеку создать ему нормальную семью. Они вмешиваются, мешают, все это называется любовью для них, и они не в состоянии понять, что к любви это не имеет никакого отношения. А в христианстве мы знаем, что любит отца или мать, или жену, или детей, более чем его, его не достоин. Мы даже не ставим себе вопросом, мы не понимаем, о чем идет речь. Отец в притче о блудном сыне отпускает и ждет. Смиренно отпускает, смиренно ждет, смиренно доверяет его по промыслу Божьему своего сына, смиренно его встречает, и таким образом он спасает своего сына. Его любовь смиренна. Она не навязывая, он не бежит за ним, не удерживает при себе, не пытается снова что-то ему доказать и чему-то научить. Он всегда смиренен перед ним, а потому конфликта при всем желании сына не получается. Сын рад бы через конфликт уйти, но нет. Отец спокойно отдает ему все, что ему причитается, не больше, и ждет смиренно, доверяя промыслу Божьему. Мы же не можем не отпускать, не ждать, не терпеть, не доверять Богу, не доверять людям. Какая же это любовь? Ведь любовь, как пишет о ней апостол Павел, как раз и есть. Когда мы всего верим, всему надеемся, всему верим, все переносим. Если у нас нет сил переносить, терпеть и доверять, и верить, значит нет любви. Мы просто свое эго вкладываем в заботу о другом человеке, назвав это любовью, но это не любовь. Мы не способны любить, как Бог, а мы понятия не имеем, как Бог любит, потому что сами-то Бога не любим. А чтобы понять и принять, надо смириться. И только смирившись, мы познаем любовь Божью и в Его любви учимся, как же нам любить других людей.